Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу самый крутой скрипт для Reef Royale на SP, I'mBot и много разных еще других функций. Чтобы получить скрипт, переходим на мой личный сайт по ссылочке в описании. Сначала нужно будет перейти на сайт, подождать там 5 секунд, далее еще раз 5 секунд ждете, и потом после этого вас перебрасывает на сайт, где нужно подписаться на канал, поставить лайк на видеоролик, на этот, который смотрите, и написать комментарий, вступить в мой дискорд и подписаться на твич. Когда эти условия выполнятся, вас перекинет на мой сайт, либо же можете просто в поиске написать скриптор B и зайти на сайт, если вы не хотите никакие задания выполнять. Также, убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы один раз на какую-то из этих реклам. Вы просто нажимаете, ждете буквально 2-3 секунды и закрываете. Все. Это сделано для того, чтобы сайт в дальнейшем работал, поддерживался, функционировал и так далее. В принципе, я думаю, вы все уже знаете. Что нам нужно сделать? Если у вас нет чита, заходим в Exploits, и здесь есть 2 чита. Для сплэша Стар. В сегодняшнем видеоролике буду использовать сплэш. Напомню то, что сплэш с ключом, ну, относительно системы ключа, там, нужно будет перейти по некоторым сайтам, и тогда у вас запустится чит. Стар работает полностью без ключа. То есть, какой вам чит больше нравится, такой можете использовать. Все, после того, как вы скачали чит, возвращаемся обратно, нажимаем Home, и в поиске пишем Rift Royale. Ждем, когда загрузится. И вот он есть, пока что один скрипт. Больше других не добавили, потому что режим новый. Нажимаем на кнопочку скачать. Далее, еще раз нажимаем на кнопку скачать. И вот он появляется, скрипт. Как видите, очень просто. И также все остальные скрипты для других режимов также просто получаются, как этот. Так, переходим в игру. Открываем, значит, сплэш. Также советую использовать DLL от Cranel, потому что с ним скрипт более лучше будет работать. На VRDEVS DLL тоже работает, но там, может быть, какие-то функции не будут корректно работать. Так что лучше использовать Cranel. Cranel с ключом. Сейчас, если у меня попросят ввести ключ, я вам покажу, как это получить. Значит, нажимаем на кнопочку Inject. Нажимаем на ОК. Ждем, когда здесь сейчас проверят все DLL. То есть, они обновятся. Буквально пару секунд. Все отлично. И сейчас должно появиться окошко. Да, оно появилось отлично. И мне нужно ключ получить. Так, заранее тогда сюда скрипт вставлю, чтобы мне его заново не получать. Далее, что вам нужно сделать? Скопировать вот эту ссылку, которая у вас здесь написана. Далее, перейти в браузер. Нажать на плюсик. Ну, в зависимости от браузера, в принципе, там везде одинаково. Далее, вставляем вот эту ссылку в поисковую строку и нажимаем Enter. Здесь проходим Капчу. Нажимаем кнопочку Sumbit. И ждем, когда загрузится. Сайт вот этот вот появится. И здесь вам нужно на этом сайте просидеть 15 секунд. Так нужно сделать около 4 или 5 раз. И потом на последний раз у вас покажется сам ключ. Ну, все, я думаю, в принципе, 15 секунд прошло. Давайте еще раз вставляем эту ссылку. Нажимаем Enter. Да, отлично. Второй чекпоинт. Всего их 4. То есть, на 5 раз вам уже покажется сам ключ. Ждем, пока пройдет еще 15 секунд. В принципе, ждать недолго. Грубо говоря, у вас там минута уходит на получение ключа. В принципе, я думаю, недолго. Так, еще раз. Отлично. Все, получается, осталось в последний раз. И далее, потом на 5 раз у нас покажется ключ. В принципе, получать, как видите, его очень просто. Ничего скачивать здесь не нужно на этом сайте. Просто главное сидите 15 секунд. И далее заново ссылку вставляете. И потом получаете ключ. Все, это был последний раз. Сейчас ждем еще раз 15 секунд. И покажется ключ, который нужно будет вставить вот в то окошко. В принципе, это сейчас и покажу, как нужно делать. Так, ну все. Думаю, 15 секунд прошло. Проверяем. Да, отлично. Копируем, значит, этот ключ. Далее открываем Roblox. И вот это окошко. Вставляем вот сюда ключ. Нажимаем на Enter. Все, отлично. У меня получилось за инжектисы. Далее. Теперь заходим в режим. То есть, выбираем режим. Есть Solo, Double и на 4 игрока, 4 тима, Squad называется. Ну, давайте, в принципе, пойдем где Squad. Я думаю, здесь чуть полегче будет. Просто, чтобы вам понять смысл, как работает скрипт, быстренько показать. Пока что я его не активирую, потому что из вот этого лобби вас перекинет на другой сервер. И там заново придется этот скрипт активировать. То есть, лучше скрипт активировать именно, когда вы уже в игре. Все, отлично. У меня нашелся режим. Ждем теперь, пока загрузится вот этот сам режим. Этот сервер, куда меня перекидывает. И покажу функции, которые есть в скрипте. Их, в принципе, довольно много. Все функции показывать не буду, потому что напросто, просто-напросто я не знаю, какие именно там функции за что отвечают. Я вот знаю только самые основные, которые сам использую. Их я и покажу. Далее, что нам нужно сделать. Открыть еще раз чит и нажать на кнопочку Xcode. Как видите, у меня началось скачивание. Это получается скачивание самого скрипта. Потому что он, грубо говоря, проникает в код игры. И там его далее заменяет или улучшает. В принципе, здесь ничего страшного нет. А то, что у вас идет какое-то скачивание. Ждем, получается, пока до конца загрузится. Все, отлично загрузилось. И вот у меня справа снизу в углу написано то, что мне нужно нажать на Shift. Правый Shift на клавиатуре. Я нажимаю, и вот он скрипт появляется. Так, давайте сейчас куда-нибудь улетим в укромное место. Чтоб меня на всякий случай никто не убил, пока я это все делаю. Ну, вроде бы рядом со мной пока никто не летит. Ну, я надеюсь, по крайней мере, на это. Хотя нет, кто-то рядом приземлился. Но, окей, значит, первым делом, что мы делаем, это лутаем оружие. Нет, уже не лутаем. Нужно убегать. Потому что сейчас мне кранты будет, потому что без щита, но здесь реально сложно играть. Так, здесь оружие есть. Нет, здесь нету. Печально. Так, вот все, оружие нашел. Значит, берем тепочку. И сейчас наша задача спрятаться, чтобы активировать сам скрипт. Все, вроде бы как мы спрятались. Надеюсь, меня здесь никто не увидит. Нажимаем на правый shift. Появляется вот этот скрипт. Значит, активируем здесь функцию silent aim sprint, где silent aim нажимаем на три точки. Здесь включаем fov. Не знаю, как там дальше читается. Далее ставим где-то примерно на 100. Также можно цвет выбрать. Какого цвета вы хотите, чтобы это было. Давайте я, допустим, поставлю желтое. Auto fire в принципе функцию, как хотите, можете использовать, можете нет. Это получается функция, когда у вас игрок будет на прицеле. Ага, и сейчас меня убьют. Круто. Да, весело. Короче, это все заранее желательно делать, потому что, как видите, какой-то нехороший человек меня нашел и убил. Ну, скорее всего, я думаю, он тоже с читом играет. Ладно, в принципе, я надеюсь, что меня сейчас в лобби не перекинет. Давайте быстренько покажу еще, что здесь нужно включить. Короче, как я сказал, auto fire в принципе по желанию можете включать. Это получается, когда у вас игрок будет на прицеле, за вас автоматически скрипт будет в него стрелять. Этой функцией я не пользуюсь, потому что, ну, неудобно, если честно. Идем дальше. Здесь получается из этих функций, что я включаю, это auto HP, чтобы юзалось. И больше ничего. Идем далее. Здесь уже в этом разделе больше функций включаем. Я включаю вот первое, второе, третье, четвертое, пятое. Далее, опять HP включаю. Итем с SP я не включаю, потому что, ну, ненужная штука в принципе. Если хотите, можете включить. Просто получается, у вас предметы на карте будут писаться. Какие именно там легендарные, эпические и так далее. Ну, мне это неинтересно. В принципе, из этих функций все. Я больше особо ничего не включаю. Единственное SP. Нажимаем на три точки. Здесь выбираем цвет, какой вам нравится. Вот у меня сейчас стоит... Какой? Красный, по идее. Нет, не красный тогда стоим. Давайте тоже желтый поставим. И получается, противники будут показываться желтым цветом. Вот этот квадратик красный, это означает то, что это ваши тиммейты, вы убить их не сможете. То есть, вы сможете убить только противников, которые в желтом квадрате. Хеалт бар, это получается ХП. Шкала ХП на этом квадрате появляется слева, как видите. В принципе, ну, штука полезная, можете использовать. Я особо ее не использую. А дрейвинг, это у нас что? Ага, вот эту функцию лучше не использовать. Я один раз с ней играл. Короче, у меня просто пули, не знаю, куда летели, потому что, как видите, квадрат, он перемещается куда-то напротив игрока. То есть, ну, не знаю. Такая себе функция. Возможно, я как-то ее неправильно использовал. Так что я ее не использую. А лифт чек, это... Не знаю тоже, что за функция, ее не включаю. Ну, получается, оно что-то должно чекать. Вроде бы как. Так, и все, в принципе, по настройкам здесь больше никакие функции не настраиваю. Также все функции настраиваются. Вы можете делать как хотите, как вам удобнее. Идем далее, что у нас здесь осталось. Чат, спамер и пинг, это лучше вообще не включать. Лучше сюда, в этот раздел, даже не заходить. А ворлд, это миры, получается. Не знаю, тоже здесь ни разу не смотрел. Возможно, какой-то телепорт, возможно, еще что-то. Лучше тоже не использовать. Получается, вот основные три раздела. Самые первые, которые нужно использовать. Ну, в принципе, на этом у меня все. Я думаю, все показал, все хорошо объяснил. А также напомню то, что вы можете настраивать все под себя, как вам удобно. А также напомню то, что ссылочка на сайт будет в описании. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. С вами, как всегда, была Избан. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok